Всем привет, друзья! Вы на канале с Аленой, вы на канале с клиническим психологом, нутрициологом. Сегодня мы с вами говорим на тему, как найти себя. Вы опять мне пишите этот вопрос, и я хочу на него, прям подготовила себе конспектоз, для того, чтобы вам ответить не просто как-то единолично, но достаточно, достаточно обширно. И я хочу сказать, что действительно есть моменты, которые влияют, очень-очень сильно влияют на то, как вы, собственно говоря, себя ощущаете. Это все, что вы в течение долгого-долгого времени испытываете, и то, что вас делает или более сильным, или более смелым, или вообще никаким. И как же найти свое вот это вот самое предназначение. Самый простой момент, на который вы должным образом можете обратить внимание, это то, что вам удается делать лучше всего. Второе. Это то, за что вам платят деньги. Третье. Это ваш выбор жизненный. И четвертое. Это то, что вам интересно. Если это все у вас складывается, поверьте, друзья, будет абсолютная-абсолютная история победы. Победы над собой. Следующий момент, который я бы хотела вам дать, это выбор профессии, выбор места своего в жизни. Он часто идет от желания. А у кого-то от боли, да, как я говорю, от невозможности. Так вот, я желаю, чтобы вы, наконец-таки, избавились от ситуации, которая вас тянет вниз. У кого-то это страхи, стрессы, состояние тревоги, а у кого-то это желание развиваться. И если вы хотите достаточно сильно развиваться, то вам все в этой жизни поможет. И судьба, и состояние, и намерение. Кому не поможет? У кого есть затыки в настоящем. Что это такое? Страхи, повышенное возбуждение, окружение, которое тянет вниз, и все, что у вас внутри болит. Это так, друзья.